Всем привет, с вами доктор Абрамян. Почему ринопластика и ментопластика сильно меняют внешность пациентов? Есть определенные анатомические структуры лица, например, нос, имеет трехмерную форму, пирамидообразную, и подбородок, который тоже имеет трехмерную форму. Меняя вот эти анатомические структуры, на самом деле, лицо сильно меняется. Особенность этой операции, что можно до операционного этапа с помощью фотошопа фотомоделирования уже предварительно, хотя, подчеркиваю, фотошоп фотомоделирования не является основой и не является гарантией окончательной формы операции или результата, я эту операцию назвал имиджевой пластикой. Хотя имиджевая пластика в себя включает от двух и более операций, но чаще всего оно включает именно изменение формы носа и изменение формы подбородка. Все эти операции я фактически делаю бесшовным методом. Это не значит, что нет разреза, это не значит, что нет рубцов. Конечно, это все есть. Дело в том, что при ментопластике делается внутриротовой доступ, и этот шоп, естественно, не заметен. Даже с стороны полости рта через какое-то время его не заметен. И ринопластику также делается через назальный доступ. Делается два или три разреза от одного до полутора сантиметров, с помощью которых проводится вся работа и меняется форма носа. Получается такой двойной эффект. Эффект омолаживания и менять узеризации лица. Что происходит? Поднимая кончик носа, многие пациенты замечают, что выглядит помоложе. Убирая горбинку носа, мы получаем не только профиль изменения формы лица, но и три четверти. Сужая кончик носа, мы получаем изменение формы носа амфаз. То есть, получается, такие радикальные изменения происходят, потому что меняется 3D изображение, 3D формы лица. Что же дает увеличение или уменьшение подбородка? Чаще всего пациент меняется, когда недоразвит подбородок. Он, скажем так, размазан. Или когда слишком выраженный подбородок, или как называют подбородок везде. Какие же варианты есть? Если, скажем, недоразвит подбородок, или по-медицински, если мы отмечаем ретро-микрогнатив, мы туда добавляем ткань. Это или костный хрящевой трансплантат собственный, или силиконовый имплантат. И что же мы получаем? Меняя форму подбородка, так же, как и форму носа, мы получаем в трехмерной проекции изменение лица. И когда эти две операции комбинируются, действительно, пациент меняется до неузнаваемости. Поэтому, если вы вдруг решили радикально изменить свою внешность, и, конечно же, если из этого основа, я имею в виду те анатомические особенности носа и подбородка, который перечислил, то, конечно, вам нужны эти комплексные пластические операции, а именно имиджевая пластика. Так что, если хотите поменять свой имидж, прошу, приходите на комплексные операции, а именно ринопластика, мендопластика. Надеюсь, что имиджевая пластика не только поменяет вашу внешность, но и ваш имидж, и ваш образ жизни в лучшую сторону. С вами был доктор Абрамян. Пока-пока.